Продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению В предыдущем суде заседания суд удалился в совещательную комнату после обсуждения с участниками процесса по формировке вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных заседателей. Вопросы сформированы. Следующие вопросы подлежат разрешению судом с участием присяжных заседателей. По уголовному делу в отношении Бишимбаева, Куандыка, Валихановича, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 части 2 ст. 110, пунктом 5 части 2 ст. 99 Уголовного кодекса в отношении Байжанова Бахаджана Амирхановича, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного кодекса. В соответствии с требованиями ст. 653-654 Уголовно-процессуального кодекса, суду с участием присяжных заседателей предлагаются для разрешения следующие вопросы. Обвинения в отношении Бишимбаева по пункту 1 части 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Вопрос 1. Доказано ли, что имело место, а именно 16 декабря 2022 года до 9 ноября 2023 года, в марте, в апреле, в октябре 2023 года, а также летом 2023 года, в городе Астане, в городе Алматы, потерпевшие Нукеновы причинены физические страдания путем регулярного, неоднократного избиения в различные части тела и в голову, а также моральные страдания с унижением ее чести и достоинства? Вопрос номер 2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев? Вопрос номер 3. Виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния? Вопрос номер 4. Доказано ли, что потерпевшие Нукенова с момента совместного проживания с подсудимым Бишимбаевым перестало самостоятельно зарабатывать денежные средства, находилось в материально зависимом положении от него? Обвинение по пункту 5, части 2 статьи 99 Уголовного кодекса. Вопрос номер 1. Доказано ли, что имело место деяние, а именно 9 ноября 2023 года, примерно после обеда, в ресторане Бао по адресу город Астана, улица Дустых, дом 16П, потерпевшая Нукенова скончалась от закрытой чейпно-мозговой травмы, сопровождавшейся острой судуральной гематомой в правой лобно-височной теменозатылочной области, левой теменозатылочной области, с последующим развитием дислокационного синдрома и вклинение миндалин-мозжечка в большое затылочное отверстие, что обусловило нарушение, а затем и прекращение функции центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти? Вопрос номер 2. Доказано ли, что при обстоятельствах, описано в первом вопросе, потерпевшая Нукенова сознательно преднамеренно причинена смерть путем нанесения целенаправленных многочисленных ударов в область головы? Вопрос номер 3. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев? Вопрос номер 4. Виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния? Вопрос номер 5. Доказано ли, что подсудимый Бишимбаев лишил жизни потерпевшую Нукенову сознательно, причиняя ей безжалостные физические и нравственные мучения, сильные и продолжительные страдания, причиняя Енукеновой большое количество телесных повреждений, лишая ее воды и сна, унижая и измываясь над ней? Вопрос номер 6. Доказано ли, что при обстоятельствах, описанных в первом вопросе, потерпевшей Енукеновой сознательно нанесены многочисленные удары в область головы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью, повлекшие по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей? Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев и виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния? Обвинение в отношении Байжанова по статье 432 Уголовного кодекса. Вопрос номер 1. Доказано ли, что имело место деяние, а именно 9 ноября 2023 года в ресторане Бао по адресу город Астана улица Достык, дом 16П, приняты меры для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления? Препятствовали сотруднику государственного органа пройти в ресторан, перекрыли вход в вип-кабинку, закрыли ресторан, распустили сотрудников ресторана, удалили видеозаписи с камер видеонаблюдения, отключили видеокамеру в ресторане, перевезли телефон Нукеновой в другое место и несколько раз приносили женскую одежду в ресторан. Вопрос номер 2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Байжанов? И вопрос номер 3. Виновен ли подсудимый Байжанов в совершении этого деяния? Эти вопросы предложены перед коллегией присяжных заседателей в совещательной комнате. Сейчас судья и 10 основных присяжных заседателей удаляются в совещательную комнату для вынесения решения по делу. Запасной присяжный заседатель проходит вместе с судебным приставом в отдельные помещения. Времени оглашения решения суда будет сообщено дополнительно.